Историческое значение пергамента В тексте Марциала сшитые листы названы кожаными табличками для письма. На них сам Марциал писал свои знаменитые эпиграммы. Но в истории закрепилось название «Тетрадиум», переводится как «Четыре сшитых листа». Пергаментными тетрадями с текстами произведений классиков Гомера, Вергилия, Цицерона, Титоливия и других пользовались в римских школах. Считалось, весьма справедливо, что книга, с которой школьник обращается почти ежедневно, должна быть прочной. Потребности школы ускорили распространение прочного и удобного пергаментного кодекса. Были, разумеется, и другие причины. Чтобы отыскать в свитке нужное место или цитату, приходилось разматывать его целиком. Кодекс был удобнее и к тому же позволял полнее использовать пищематериал обе стороны листа. На свитке любая дописка на оборотной стороне опять же вынуждала перематывать весь свиток заново. В общем, преимущества кодекса были очевидны, и уже в третьем столетии свитки начинают исчезать из библиотек знати, вытесняемые кодексами. Пример подавали, как и полагается, римские императоры. В 235 году император Максимин владел великолепно оформленным кодексом с текстом гомеровских поэм. Листы таких роскошных изданий были окрашены в пурпур, а текст написан золотыми или серебряными буквами. Первоначально формат кодекса был умеренным, а со второй половины третьего века и в четвертом столетии появились гигантские фолианты. Римские книжные магазины, торговавшие древними книгами, служили местом свидания литераторов, ученых и любителей литературы. При таких магазинах имелись кабинеты для чтения и даже читальные залы, где за небольшую плату можно было просмотреть новинки или сличить свой экземпляр известного сочинения с таким, который был исправлен грамматиком, содержавшимся для этой цели при магазине и копировальном зале.